В областном департаменте ПЧС под председательством Акима области состоялось совещание по презентации аварийно-спасательной техники и инструментов. К разговору также были приглашены представители промышленных предприятий региона и предпринимательского сектора, которые высказали свои предложения по обновлению технической базы ведомства. Природные или техногенные катастрофы, поиск или спасение людей, работа водолазов – все это требует наличия специальной техники, которая обеспечит быстрое разрешение той или иной ситуации. На сегодняшний день необходимое оборудование в распоряжении сотрудников департамента имеется, однако арсенал постоянно нужно пополнять более современными экземплярами. Так, изменение климатических условий приводит к увеличению степных и лесных пожаров. Для работы в сложных погодных условиях нужно не только оборудование, но и специальные костюмы. Хотел остановиться на водолазных костюмах, которые оборудованы, которые необходимы для проведения работы как зимний период, так и летний период. Именно водолазов для спасения людей, а также для погружения в воду. Гидрокостюм сухого типа, который принадлежен для проведения поисково-спасательных работ под водой в особых случаях. А также в данном случае есть необходимость приобретения 15 комплектов гидрокостюмов. Глава региона подчеркнул, что в области работает несколько предприятий, которые могли бы обеспечить заказы департамента. Так, компания «Агрореммаш», которая поставляет пожарные машины для специалистов, занялась модернизацией предлагаемых моделей. Теперь емкость для воды будет изготавливаться из материалов, не подвергающихся коррозии. Есть предложение для тушения пожаров в районах. НИИ гидроприбор презентовал удобный для работы плавсредство, а также специализированный модуль для водолазов. С помощью имеющегося в нем оборудования можно проводить тренировки личного состава. Модуль обеспечен и барокамерой, которая необходима водолазам для восстановления. Мобильные водолазные комплексы, они подназначены для тренировок, для лечения водолазов и для обеспечения водолазных работ. В двух контейнерах, контейнер можно снять и поставить на судно. Тогда он будет использоваться в любом, в море, в реке, где угодно. Глава региона также поднял вопрос безопасности объектов образования. Необходимо, чтобы в каждом из них была действенная система пожарной сигнализации, работающая от тревожной кнопки. С помощью нее специалисты службы незамедлительно получат сигнал о возникшей опасности. Что касается приобретения новой техники, то в этом будет оказана необходимая поддержка. Девять АБР автомашин быстрого реагирования у нас в плане стоит на базе известной компании ИВЭКО. Аграримарш планирует их выпускать, уже выпускает. Сейчас вот директор сказал, что уже участвует в госзакупках Алматы, госзакупках Павадарской области. Мы тоже будем приобретать. По гидроприбору, вот эти небольшие металлические лодки, я думаю, давайте, если успеем, на заседание Маслехата вынесем, которое в конце июня будет. Что касается больших катеров, то на этот год, если даже не успеем, давайте на следующий год запланируем. Глава региона поручил руководителям промышленных предприятий и представителям бизнеса представить свои предложения в письменном виде. Если данное оборудование действительно необходимо для более эффективной работы департамента, заявка на его приобретение будет рассмотрена на сессии областного Маслехата. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.